Как получить мастера за 11 минут? Досматривай ролик до конца, чтобы знать все фишки, потому что их будет сегодня ого-го сколько много. Бро, а твоя последняя цифра лайка покажет, какая стенка тебе достанется. Ставь лайк и пиши, что тебе выпало. Суть рейтинговой системы во Free Fire это чем дольше ты живешь и больше делаешь фрагов, тем выше ты качаешься по рангу. То есть больше опыта за все про все получаешь. Поэтому первую базовую тактику, ее конечно же многие недолюбливают, потому что это АФК Крыса, я называю. Таким образом я смог дойти до Алмаза. То есть да, прыгая в одну и ту же точку на разных картах, отхиливаясь аптечками и навыками персонажей, мне удавалось входить в какой-нибудь топ 5, топ 7 допустим. Вообще таким образом я качал батл пассы, но еще и решил рейтинги посмотреть, что собственно будет. Изначально мне вообще было все равно качаться в рейтинге или нет, а допустим вот поиграть 60 минут, чтобы получить медальку батл пасса. И это задача для рейтинговых матчей, чтобы зависать на вышке. И так 10 минут минимум мне удавалось сидеть на любой почти что точке. Но если делать фраги, то прокачка будет идти быстрее. Апать рейтинг легче всего с ваучером. На неделю эти три гангстера уже получили себе по одному. Но его сможешь получить и ты, если поставишь лайк видеоролику, напишешь комментарий со своим айтишником, и не забудешь подписаться на канал с колокольчиком. Все просто и легко. Про навыки персонажа для тактической крысиной игры. Леон, который восстанавливает 30 здоровья, если выживает в бою. То есть кто-то в зоне действия там под тобой где-то сражается, тебе хп может прибавиться, потому что ты вроде как принимал участие в бою. Хотя навык бесполезный, он редко когда пригождался, поэтому можно его заменить. Активный навык Камиля. Тут ты постоянно накапливаешь энергию и можешь переваливать ее в хп. Это очень хорошая способка, я ей в целом всегда пользуюсь, одна из моих любимых. Потому что полезная, и можно экономить на аптечках и ресурсах другого рода. Антонио, дух гангстера, который добавляет тебе 40 хп изначально. Их уже, к сожалению, потом не восстановишь, если по тебе пару раз попадут. Но в любом случае, это несколько секунд в зоне, которая тебя начинает коцать. Не особо много он, конечно, решает, а вот навык Форда, который позволяет вне безопасной зоны получать урон, и он будет снижен на 24%, это уже самый имбовый и нужный навык. Мне с легкостью удалось апнуть мастера. Все потому, что я играл и тренировался в очень интересной и классной игре, которую скачал на свой телефон не так давно. Бро, я хочу посоветовать тебе One State. Окунись в атмосферу Лос-Анджелеса и выбирай свой путь в уникальной РПГ. One State позволяет играть с тысячами людей одновременно. Здесь очень клевая физика и графика, и при этом грамотная оптимизация. Поэтому тебе будет комфортно на любом девайсе. One State я уже, кстати, успел создать свою группировку, поэтому людей набираю, и если ты примкнешь ко мне, это будет очень приятно. Кстати, это первая рольплей игра на телефонах и планшетах, написанная на собственном движке. Мое уважение. Скорее приходи по ссылке в описании и качай One State абсолютно бесплатно. Приятной игры. По питомцу я беру навык кролика, который при каждом сужении зоны дает тебе дополнительно 50 энергии, которую ты, кстати, можешь навыкам Камиля переваливать в ХП. Это всегда будет приятным бонусом. И по запасам они тоже очень важны. Ящик поддержки там в редком случае, но может упасть от одной до двух аптечек. И по выживанию либо костер, который позволяет тебе вовремя отхилиться и восстановить немножечко экспы. Ну или же авиапосылку. Во-первых, там есть самая большая жирнющая аптечка, которая отхиливает тебе все ХП. Главное успеть заюзать. Ну и что самое классное, может прилететь АВП, гроза, подствольник, ну либо же кинетический дробовик, который тебе, к сожалению, ничем не поможет. А вот с помощью этого набора оружий можно уже сделать одного и несколько фрагов. Единственное, нужно подождать немного времени, чтобы авиапосылка успела откатиться, чтобы тебя зона еще не начала коцать. Потому что еще нужно сбросить, дождаться пока она слетит, залутаться и уже потом можно воевать. Куда лучше всего десантироваться, чтобы тебя никто не достал. Места на локации есть почти что каждая выгодная. На любой карте. Нужно искать ближе к центру. Две проблемные карты, где есть не особо хорошие точки, это на Чистилище и Альпах. Там, к сожалению, в центре карты нету каких-то возвышенностей, но есть неподалеку, поэтому можно занимать там точки. Либо на вентилях, либо на антенне. То есть там выгодно можно посидеть, но если с зоной вообще не повезет, то усидишься ты там не особо долго. Есть вариант спрыгнуть. Потеряешь хп, максимально ты не разобьешься. Любой прыжок можно совершить, и он не нанесет тебе летального урона. Я так, кстати, в турнире победил, можешь посмотреть ролик по подсказке сверху. Если я не забуду ее вставить. После ролика, возможно, появятся те ребята, которые захотят также апать мастера по этому ролику. Поэтому, если ты вот планируешь прилететь на какую-то точку, ты ее лучше пролети и прыгай с конца, потому что там ты уже, по крайней мере, будешь видеть, есть там кто-то или нет никого. То есть не заранее десантироваться на это место, а уже после того, как самолет чуть-чуть отлетел. Примерная позиция без сокола. Ты можешь попасть на любую точку в размере 500 метров. Хотя лучше чуть-чуть прыгать заранее за 450 или 400 метров. Вот в таком случае ты попадешь на любую возвышенность. Переключаемся на гангстерский имбовый режим. Бандусик. Если же играть по-нормальному, то навыки можно брать, разумеется, по своему вкусу. Что тебе больше всего нравится? Я, допустим, бегаю с вот такой связкой, или вот такой. То есть тут можно взять дрона, либо же тому камиля, чтобы не париться по поводу хп. С помощью навыка Люсио можно поднять свое хп до 50 единиц. Навык Форсаж очень хорош. А вот навык Даши, это прям много комбинаций, которые можно использовать. Его недооценивают. Можно также усиливать броники и тому подобное. В общем, тут уж как кто любит играть. По питомцу же, конечно, многие любят брать сокола. Но это хорошо, когда ты играешь с кем-то в сквадах, ну или хотя бы в дуо. В соляного брать сокола я вообще не вижу никакого смысла. Прилететь ты в любую точку можешь, и лучше всего, на самом деле, не в синюю зону прыгать, а лутаться на краю карты. В синюю зону, то, конечно, хорошо. Все имбовенькое соберешь. Но лучше сделать несколько фрагов и дойти до топ-10, нежели дойти до топ-50 и тебя вынесут первым. Раз повезет, раз не повезет. Бро, нас на канале уже 55 926 гангстеров. Но только тебя не хватает. Без тебя невозможно апнуть отметку в 60 тысяч. Я думаю, что мы сможем это сделать вместе. Жмякай в эту красную кнопку, чтобы сделать ее серой. Пингвин. Очень имбовая фишка. Особенно в команде тоже он будет хорош, потому что он постоянно тебя рожает по одной стенке. И таким образом я привык саппортить своих товарищей. То есть, если они там бегают, у тебя пингвин стенку родил, ты ему отдал, и он опять фармит. Сокол только хорош для сквада. С учетом того, что у тебя стоит этот навык, то летят очень быстро и моментально все ребята. Даже если разлетаются по карте. То есть, его навык действует на всю тиму. Спасибо тем воинам, которые берут сокола, саппортят братишек, и потом сосут бибу всю оставшуюся катку. Мой любимый навык питомца, это обезьянка. Павиана я купил на свой день рождения. Спасибо, Броз, за поздравление, кстати. Он позволяет ставить стенки дальше, кидать дальше гранаты и прочие предметы, которые можно кидать... Ну, гранаты, короче. Лучше всего прыгать, особенно когда ты играешь в соло, на какой-нибудь краешек карты, где уж точно никого не будет. Изначально прям половина самолета выпрыгивает, как только появляется кнопка прыжка. Не ведись на это! Я знаю, ты умненький, синькибаут, и ты дойдешь до мастера или эссасистера в этом сезоне. Потому что смотришь этот ролик. Долетай до конца, выбирай какую-нибудь деревушку, участочек какой-то небольшой, лутайся, все, изи-пизи, чики-пуки. Там уже полкарты раскидано, там уже много фрагов, но ты-то живой и уже облутанный. Полезная фича, если брать навык Гомера, там можно выпускать дрона, и он на расстоянии, там, не знаю, 100 метров, наверное, начинает действовать. Изначально его очень полезно выпускать. Вот ты десантировался, допустим, увидел кого-то рядышком, по сканеру, или еще каким-то наблюдательным предметом. Выпускай дрона. Всегда выпускай, он постоянно отфармится, не стоит его ждать и жалеть. За минуту он обнуляется, и ты им еще раз можешь пользоваться. Если ты пробегаешь с ним, и он от тебя никуда не денется, значит, ты утащишься спокойно, никто тебе мешать не будет, но если же он куда-то полетел, обязательно смотри, в какую сторону. Может быть, враг тебя уже поджидает, и он его засечет. Очень хорошая тема, чтобы увидеть врага за какой-то стеночкой. Очень классный навык, многие его недооценивают. Игра в команде. Если ты нуб, то это очень хорошая тема, взяться отхилом, рессальщиком, и саппортом по игре. Собирай монетки, копья стенки, добывай ресурсы, и можешь даже не ходить рядом с командой, потому что пользой тебя, ну, наверное, не будет много. А если вдруг твоя команда поляжет, таким образом, ты сможешь воскресить кого-то, на резательном пункте, или в магазинчике, отдав кровные 400 монеток. И вклад в команду ты принесешь. У меня было таких несколько ситуаций, да, потому что меня брали в свои забеги мастеров и грандмастеров, мне приходилось такими вещами заниматься. В целом, я внес полезный вклад. Это лучше, чем ты просто будешь пытаться воевать против тех ребят, которые делают оттяжку по пушкам. Ну, как бы каждому свое, разумеется. Первое я беру для ближнего боя, второе для дальнего. В основном, это ПП и штурмовая, либо АВМ. Это вообще потрясающе будет, если АВМ я нахожу. Другие же снайперки, они либо медленнее, либо меньше по урону. Ну, либо же два АВП и свайпать их это очень жесткая ситуация получается, если ты хороший стрелок в этом плане. С дробовиками я не особо дружу, поэтому ПП ван лав. По аптечкам 4-5 штук вполне хватает на рейтинговые матчи, оказывается. Ну и навык Максимки, если тебе нечего что еще запихнуть, который тебе позволяет хилиться не за 3,5 секунды, а за 2,5. Укрытие! Это очень хорошо, когда твоя жопка защищена. Можно, кстати, взять черепашку, которая будет тебе чуть-чуть урона впитывать в спину, но навык такой себе ситуативный действует по-дебильному, поэтому лучше не акцентировать на нем внимание, а брать какой-нибудь другого питомца. Не бегай по открытым местам и держи хотя бы в запасе хоть одну стеночку, чтобы у тебя была возможность укрыться. Иногда случаются такие ситуации, что вот поле, вон зона сзади тебя уже пожирает. Некуда деваться, некуда, поэтому заранее нужно продумывать свой маршрут, бро. Маскировка. Здесь, конечно, не особо помогает, но это нуб, а это про. Поэтому мне в своей розовой форме не особо выгодно всегда бегать и настреливать вражеков. Звук. Тут главное слушать, не махать кулаками, катанами всякими повсюду, потому что тебя слышат. И слышат неплохо. Единственное остальное движение это ходьба в приседе. Тут, кстати, можно навык цыпленка взять, он позволит тебе чуть-чуть быстрее двигаться, нежели обычно. Но это что-то для извращенцев. На королевской битве он, наверное, не особо будет полезен. Если твой пукан горит, телефон сел и плавит руки, передохни. Чуть-чуть тебе дохни, от тильта это помогает избавиться, потому что, когда ты горишь, ты не можешь принимать нормальные решения. Ты можешь бегать, сливаться постоянно и подводить еще и команду свою, если играешь не сам. Кликай по этому ролику, и ты сможешь получить 50 алмазов. Просто так, всего лишь-то посмотрев его до конца. Это очень хорошая тема. Многие ребята, кстати, уже стали обладателями этой маленькой суммы, но очень приятной. Ну и подписка, и у тебя большая писька.